сейчас обсудим непосредственно по этапам продаж некий некий такой мини-тренинг будет и пообщаемся с вами по поводу разделения чата вот знаете с чем у меня ассоциируется наш чат я смотрю на это наверное пять дней подряд то есть когда заходит человек вот наши участники наши команды они выглядят как барыги вот как вот в гетто человек подходит распахивает пальто и говорит с чувак не нужно там бижутерия или еще что то есть но это вообще выглядит не очень красиво потому что есть такие даже высказывания хотите заработать там давайте к нам быстрее почему почему тихо и так далее то есть новички вы что не понимаете что здесь можно заработать я хочу вот выслушать ваше именно мнение как вы бы со стороны отреагировали если бы у вас это произошло то есть вы зашли в чат познакомиться с информацией тут куча людей вот подбегает с этими пальто расстегивают и говорят чувак иди сюда прийти помните что-то покажем продадим сейчас втюхаем и все то есть но это не совсем адекватно и я думаю но не буду говорить там про имена ли переходить на личности просто я хочу сказать одно что это не работает то есть чтобы вы понимали я смотрю на ваше общение и сейчас вот сегодня даже если кто-то захочет какие-то примеры с вопросами из переписки там с человеком либо там разговора с человеком рассказать я буду только рад то есть для того чтобы грамотно продать человеку любой продукт любую идею так далее вам необходимо придерживаться этапов продаж то есть многие продают именно ну не будем скрывать это именно продажи потому что ну все все что мы предлагаем рекомендуем это скрытая продажа многие люди просто не дают человеку ставить в слово то есть человек с им поздоровался и они уже скинули ему маркетинг план они сказали про стратегию они сказали про сумму кода и все и потом говорят слушай у меня почему-то нет результат вот на самом деле чем еще отличается по вашему мнению вопрос ко всем почему от одинаковых людей которые с нуля стартуют в этом бизнесе бы получается разный результат по вашему мнению включайте микрофон и будем общаться кто не будет общаться буду удалять давайте мне нужна ваша активность если мы сейчас на начальном этапе это все не проговорим у вас не будет дальнейших просто никаких денег здесь поэтому у меня вопрос прямой чем отличается если люди стартуют одинаково почему одного человека есть результат у второго человека нету ну я считаю что первое к примеру начинают сами как что-то придумывается когда у тебя что есть наставник которого надо спросить просто переписку там с ним разобрать что не получается что не так ну а второе во первых ищут всякие отмазки люди то что я уже занят мне некогда вот меня не получается то я никак не могу сесть это это все верно еще вот говорите да какие есть вот моменты почему люди получают разный результат либо не получают потому что нужны действия люди очень мало действует вот и все я понимаю всех работа у меня тоже работа у меня семья у меня ребенок который меня тоже не у меня там домашние дела все такое но если я просто приняла решение я себе поставила цель я говорю я неделю ну не буду матом здесь да но вы поняли слова вот вот и все и если я делаю есть у меня есть результат все начинали здесь нет действия нет результата отлично потом конечно другой вопрос какие действия надо делать это уже хорошо но ребята как вы думаете вот бывали у вас случаи ваших новичков либо самих что вы в принципе зашли замотивированы кипец какие то есть вы хотите идти просто покорять там ну просто сердца подписывать людей так далее но вы сделали там два-три каких-то ну предложения вам отказали страх есть страх а страх ну именно страх чего страх отказа ну я хочу сказать что такое чувство должно больше вас преобладать перед вами страх отказа или страх добиться результата и выполнить свою цель здесь на самом деле скорее всего страх не знание ответить как да 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 страх не знание ответить тогда мы как бы вот ребята высказались правильно соответственно для того чтобы быть уверенным в своих действиях необходимо обучиться этому для того чтобы вы были чтобы вы не перегорели на старте чтобы вы понимали что действуете правильно то есть у вас от этого должна увеличиваться конверсия соответственно если вы пришли грубо говоря ничему не обучились начали просто на мотивации подписывать людей вы раз два три четыре там обожглись то вы просто не не возвращаетесь к этому потому что это благо есть какие-то адекватные люди есть же и люди которые могут резко ответить и после этого вообще то есть я понимаю я вспоминаю себя как на мечтах после этого вообще не хочется ни с кем общаться давайте вот сегодня прям на этом примере мы сейчас проговорим какие должны быть этапы продаж для того чтобы вы понимали что у вас есть уверенность и вы делаете все правильно и что допустим конечный результат независимо от того какой он был он получен из-за того что человеку просто не подошло а не из-за того что вы что-то неправильно сделать то есть мы сегодня вот про это разговариваем ну и потом разберемся с нашим гостевым чатом смотрите вот в любом в любой продаже независимо от того вы продаете это там на земле где-то в интернете так далее есть определенные этапы первый этап это подготовка что это значит вы должны быть полностью уверены что у вас есть под рукой необходимые материалы допустим вот многие говорят какой курс эфира как рассчитать рубля где взять обменник без верификации где взять информацию по проекту презентацию скинуть и так далее ребят а вот когда у меня вот такие вещи спрашивать я просто понимаю что многие люди не сошли даже по обучающий канал но не ознакомились с информацией которая есть там от этого становится на самом деле немножко обидно потому что во первых вы отвлекаете забираете свое время у своих наставников вот этими вопросами хотя все там есть во вторых мне кажется что я делаю это просто попусту поэтому еще раз независимо там старичок новичок заходим в канал тоже прочитал еще раз пробежитесь он полностью обновляется кто этого не сделал пожалуйста уделите время и не приглашайте пока людей то есть это этап подготовка вы должны обязательно быть уверены в том что вы владеете всей информацией технической у вас есть вся информация начиная маркетинг с маркетинг плана заканчиваем обменниками которые там без верификации проводят сделки и так далее на этом этапе но я думаю это максимально понятно поэтому еще раз заходим в обучающий канал рассматриваем ставим себе какие-то пометочки что вот здесь вот это есть вот здесь вот это есть и когда нужно что-то скинуть человеку вы просто заходите туда и пересылайте с этого канала информацию установление контакта то есть смотрите в принципе тут важно если в жизни люди как бы себя встречают падежки под войны и так далее здесь важен сам момент той переписки то есть как вы пишете соответственно опять же я замечаю что есть такие привет хочешь денег и так далее вот как я уже говорил это не работает человек когда зашел в чат не надо говорить как тебя зовут а сколько тебе лет это эти все вопросы уточняйте в личке потому что то есть люди которые социопобы и они даже находясь в интернете за экраном за телефоном их не видно они просто не могут в чате что-то сделать соответственно вы ставите вопрос не как тебя зовут как могу к тебе обращаться и и так далее подскажи пожалуйста сколько тебе лет есть ли у тебя опыт в интернете или нет вы должны установить контакт таким образом чтобы они на храпом продавали все в лоб соответственно когда вы общаетесь нормально вообще вы независимо от целевой аудитории независимо от возрастной категории человека вы как представитель клуба как представитель интернет как сам интернет предприниматель вы всегда должны быть на высоте все равно что вокруг кто и как общается с матом без мата кому как по кайфу но вы всегда должны держать планку потому что если вы ее не будете держать соответственно и ваши люди будут делать точно так же но если нет никаких границ в плане общения тогда это беда потому что вы должны показать себя как специалист соответственно мы задаем вопросы нормально как тебя зовут и так далее как я могу тебе обращаться чем корректнее вы подойдете к человеку а зададите вопрос на первых порах тем дальше будет лучше выстраиваться коммуникация но я опять же говорю независимо кто перед вами ребенок не ребенок никогда не превышайте либо не занижайте свои свою личность перед каким-либо человеком и самый главный вопрос вот почему у вас не происходит диалога потому что вы вы не выявляете потребности как вы поймете как правильно вот я хочу сейчас у всех спросить как вы понимаете что вы правильно именно проводите презентацию что вы именно говорите те вещи человеку жмете на те кнопки на которые необходимо нажимать вот как у вас голове это складывается либо не складывается пока вообще включите микрофон и расскажите кто-нибудь какие-то примеры как у вас это все проходит не стесняйтесь если был косяк кто-то вздохну так тяжело это я татьяна всем здравствуйте у меня у меня была такая ситуация значит я вышла на контакт и мне человек ну стала с ним беседовать и там задавать такие вопросы ну потихонечку так стал ему подбираться так сказать ну а он не давай это к сути быстрее что ты мне голову морочишь ну вот и ну ну пришлось отправлять информацию маркетинг там и объяснять говорю если что-то непонятно там задавайте вопросы он посмотрел не посмотрел а нет это не мое ну я не знаю как еще вроде бы как бы так подходила к нему со стороны а он давай быстренько в лоб ребят как можно понять вот например сейчас татьяны стоит ли человеку долго выявлять потребности заинтересован или то есть по стилистике его на ответов как мы можем понять что человеку нужно быстренько с чем-то поверхностно ознакомиться и убежать то есть вот после этапа установления контакта как это сразу выявить можно по коротким ответом наверно потому что я сама так делаю вот правильно по коротким ответом то есть у человека либо человек просто сейчас не готов воспринимать информацию это не наш человек либо человек опытный сетевик который понимает структуру вашего вашего этап продаж и соответственно чтобы не тратить свое время он просто просит у вас информацию соответственно если это человек посмотрел сказал мне интересно все просто отпускайте его если способ как его можно доработать мы эти люди только сами приходят какой-то логической точки зрения в плане того что блин ну смотри там чеки скидывают и так далее тогда только они сами могут включить то есть вам важно еще почему уточнять какой возраст почему вот таких личностей обрезать для того чтобы вы не тратили свое время вы понимаете что мы хоть бы не работаем вами не работаем руками но эмоционально у нас очень сильный такой накал скости всегда происходит потому что ну очень много людей мы перебираем за день соответственно где-то там что-то не сложилось где-то там кто-то негатив сказал поэтому мы просто не тратим на этих людей время правильно совле сказала если это короткие ответы значит человек либо не заинтересован либо просто зашел там отделать нечего либо просто он хочет получить конкретную информацию то есть не всегда не всегда пытайтесь тянуть человека на себя есть моменты когда нужно дать информацию и отпустить его то есть вы должны понимать это именно по стилистике написания его ответов то есть какой манере он общается так смотрите еще то есть такой вопрос как мы можем выявить потребности с помощью чего я неоднократно смотрите ребят как мы можем выявлять потребности я это говорю всегда и везде то есть с помощью каких инструментов мы выявляем потребности людей открытые закрытые вопроса смотрите открытые закрытые вопросы это верно но чтобы выявить потребность нужно работать только открытыми вопросами на которые человек не может ответить ни да ни нет то есть допустим в какой вы компании до этого работали какие у вас и подскажите пожалуйста какие у вас результаты в ней то есть человек не может сказать нет или то он либо если вообще не готов общаться замолчит либо начнет вам наваливать информацию то есть я был там-то там-то ой был во многих компаниях а подскажи пожалуйста почему что повлияло на то что ты поменял много компаний он говорит маркетинг план там такой был ну я решил уйти а вот в последней компании допустим ну не получилось приглашать людей исходя из его ответов что мы можем грамотно выстроить мы можем выставить выстроить грамотную презентацию если человек рассказал вам о своих болях когда вы задаете вопрос не бегите вперед паровоза позадавайте немножко вопросов мы не перебарщивайте получите информацию о его болях и когда будет момент презентации вы говорите смотри у нас комбинированный маркетинг план если у него была именно боль по маркетинг плану у нас есть стратегия где тебе не нужно много людей у нас есть пошаговое обучение вплоть до того что нужно делать в какой момент времени работы для того чтобы у тебя был результат то есть всегда задавайте открытые вопросы вопросы закрыты они нужны будут позже то есть когда вам необходимо подвести человека допустим ты же знаешь что смарт что смарт-контракт без рисковых он говорит да еще какой-нибудь вопрос ты же знаешь что тут выплаты с кошелька на кошелек он говорит да соответственно после двух да у него психологически какой вы следующий вопрос открытый зададите он будет предрасположен потому что он ответил положительно поэтому всегда берете и работаете вопросами я как бы полноценно сейчас не буду все это рассказывать вам необходимо будет просто выявление потребности написать в ютубе там есть кучу видео если вы освоитесь именно по этим шагам работать выявлять правильно потребности да у вас конверсия увеличится минимум там 50 раз поэтому вы должны понимать чтобы что-то презентовать человеку вы должны понять что ему нужно действительно зачем он пришел и какую цель преследует без вопросов открытых вы этого не сможете сделать после этапа выявления потребности у вас идет презентации как я и говорил когда вы задали вопросы когда вы задали получили полную картину того зачем человек пришел какие у него были трудности что он ищет для себя вы тогда проводите презентацию основанную на выявлении потребностей ребят это понятно может кто-то хочет поделиться каким-то опытом вот еще из переписки что не получилось допустим вот я так понимаю сейчас много людей рекрутируют в костевом чате небольшой поток идет вижу что конверсия маленькая что не получается просто но включите микрофон скажите давайте ну уже грубо говоря на по чесноку все выяснять не получается человека влечу а что именно то есть как не успеваем а ну из-за скорости того что людей много это мы как бы сегодня да сегодня мы это как бы все сделаем так чтобы они просто просто не отвечают не отвечают это ладно когда люди не отвечают ну соответственно у них есть какие-то на это свои 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 у меня вопрос такой вот очень часто отвечают что нет денег даже отчего бы ты этом текста гену чеки скидываю пишу им там все что про возможности про марафон про все пишешь просто говорят но нет денег и все просто не знают откуда можно задать вопрос денег сейчас нет денег вообще или денег это я знаю что у них можно спросить но в итоге просто то есть здесь когда ты уже все возражения грубо говоря борьбу с возражениями его провел ты понимаешь что человеку интересно но у него нет денег соответственно какая твоя основная задача во первых спрашиваешь это там единственная причина которая мешает сейчас регистрироваться он говорит да ты ему говоришь допустим слушай но давай распланируем я я сейчас там оставлю либо место буду иметь тебя ввиду только ты меня не подводи распланируем когда у тебя это получится если человек говорит ну не знаю ну то есть ты ты понимаешь что человек не хочет этого токсина потому что ну найти эту сумму можно и попросту ну как бы у нее действительно нет денег твоя основная задача сказать закончить свое предложение тем смотри я буду тебя иметь ввиду если он не отвечает конкретно когда у него есть деньги скажи давай будем тогда на связи я периодически тебе буду скидывать информацию о моих достижениях и соответственно ты этого человека кормишь постоянно раз два дня какой-то информации чтобы он дозревал и плюс как я всегда говорю что еще срабатывает то что когда вы пообщались с человеком вы должны быть максимально активным в чате для того чтобы человек во первых понимал что он пришел к правильному человеку так как этот человек да действительно он делится и результатами и работает активно за ним можно пойти и для того чтобы человек не оставал здесь я сразу вам говорю ребят то есть сумма входа она ну не сказать что не в общем такая немаленькая для людей которые допустим никогда не сталкивались с сетевым либо сталкивались но работали на матрице по 10 долларов и так далее вы должны понимать что ваш один партнер которого вы прорабатываете два-три дня и потом он заходит он перекроет всех тех людей если бы вы работали загнали 10 человек на матрице по 10 баксов то есть здесь конверсия подписания меньше но с одного человека здесь больше результат и вы и раз пришли сюда вы должны понимать что вы сделали выбор что вам легче какого-то одного серьезного партнера найти потратить на это человека по 10 долларов поэтому наберитесь если бы как бы вам необходимо всего лишь правильно общаться по алгоритму и делать это ежедневно то есть никогда не работайте рывками сегодня настроение есть я это сделаю завтра настроение нет я не буду это делать здесь каждом млм бизнесе есть накопительный эффект если ты изо дня в день работаешь прорабатывать людей то потом по цепочке также один за одним они будут подключаться и у тебя возникнут пробел а соответственно и те люди которые давно которые ты с которыми ты давно общался остынут и и и у тебя не будет никакого результата ты сам начнешь перебирать выйти из выйти из вот этой колеи когда ты работаешь ежедневно очень легко когда вы попадете в зону комфорта вы вам еще будет тяжелее вернуться поэтому всегда не ждите какой-то мотивации свыше и так далее у вас есть цель поставьте себе эту цель и идите к ней то есть только сильные люди доходят до конца своей цели а я знаю что в моей команде ну все такие красавчики просто немножко нужно участвовать кое-какие действия подкорректировать поэтому не работайте рывками ежедневные действия дадут накопительный эффект и будет у вас потом ежедневный результат сейчас вы просто начинаете вы подогреваете аудиторию и так далее то есть для меня тоже когда я пришел там месяцев 8 назад первый матричный проект и вот это был смарт-контрактом тоже на тысячу рублей вход и меня позвали в другой смарт-контракте был вход на 100 баксов и я сказал блин слушай я не пойду я не смогу на эту сумму приглашать и так далее в итоге блин благо меня убедили я зашел ну и сделал там офигенный черт то есть все в вашей голове вот этот барьер у людей вы тоже должны ломать потому что у него будет говорить он будет человек всегда будет говорить я не смогу на эту сумму никого пригласить и так далее то есть вы должны вселять такую уверенность человеке что вот есть все готовая система работа результаты от тебя лишь нужно просто принять решение пройти активацию и точно так же в этой офигенной компании дальше продвигаться с нормальными ребятами то есть все зависит от вашего настроя никогда с человеком не общаетесь так спустя рукава всегда когда всегда вы когда записываете аудио либо говорите старайтесь улыбаться люди это чувствуют не будьте роботами где-то пошутите где-то еще что-то но всегда придерживайтесь вот этих этапов продаж если вы не будете идти по вот этой вот этим ступеням у вас не будет результат давайте еще по примерам и там заканчиваем переходим к нашему любимому чату а у меня вот вопрос тоже результата у меня как такового нету но сейчас вот у меня в данный момент вопрос задают спрашивают как у тебя дела в форсаже ну то есть люди информированные человеку вот у меня сейчас спрашивает я не знаю что ему ответить слушай ну а у тебя же есть так у вас ауле хороший чек же нет ну он это видел когда это было когда именно на второй день а после этого уже прошло прошло около десяти дней и там неделя больше недели да вот он меня сейчас спрашивает я не знаю что отвечать ну что отвечать говори что проходишь обучение конечно что же еще нет я учусь подожди а у меня к вам встречный вопрос а почему у вас нет результата вот я вас не видел где-то вот эти десять дней в чате нигде я вообще не как я только читаю слушаюсь вернее смотрю то есть у меня не знала что я могу то есть работать в гостевом чате я думала что это делают только админы а буквально недавно да вот я с Элей переговорила она мне сказала что я могу там брать людей то есть кто первый поздоровался да по этим правилам и в данный момент я не успеваю поздороваться а а вот нет а вот нет я понял вот эту ситуацию а вот эти все весь остальной промежуток времени то есть ну такой нескромный вопрос что делали то есть как-то приглашаю или что какой процесс я работаю ну как в личном в личке у каждого своих меня вот добавляют в различные чаты я вот с этих чатов веду переписку даю информацию в личных сообщениях то есть многих я приглашаю в чат они отказываются кто-то вот кто соглашается но там мало людей и это я в основном в личном сообщении с личным контактом ну вот теперь такой вопрос вот то что мы сегодня проговариваем именно по этапам продаж вы знали вот эту тему и пошли там в обучающем канале нет обучающий канал да я смотрю слушаю читаю ну не все конечно сразу получается но учусь но здесь получается у вас просто наверное вы выпали из команды и не коммуницировали там не с вышестоящим вашим и ну немножко грубо говоря там одни пытались что-то сделать поэтому я же говорю это получается та же самая работа руками если человек задает такой вопрос скажи скажите ему что мы работаем сейчас на глубину соответственно если ты принимаешь какое-то решение я вот эти все дни работаю на свою глубину я помогаю своим людям если ты принимаешь решение я также буду вначале помогать тебе то есть у меня нет цели сейчас нахапать забрать себе всю прибыль и ты чтобы ничего не получил поэтому у меня результат не растет но результаты у моих людей растут то есть вот таким образом можно вырулить из этого положения то есть на его возражения вы ответили своим фактом с которым тяжело поспорить потому что никакой человек он в принципе не откажется от помощи понятно и поэтому вот включайтесь работайте в гостевом чате сегодня мы как раз все обсудим как это делать сегодня основная основной посыл такой хочется чтобы каждый человек научился вот видите мне этот график об этом позже смотрите работа с возражениями то есть вы в работе с возражениями допустим человек говорит вам о том что слушай да опять эта матрица это куча людей вы соглашаетесь вы всегда соглашаетесь с его возражениями вы говорите да это так просто но не говорите вот такие слова не говорите смотри там и так далее вы говорите да это так с помощью нашей стратегии мы разработали такую метанику которая позволяет даже с маленьким количеством людей зарабатывать деньги то есть вот эти но вот слова но послушай и так далее вот они влекут за собой тоже некий такой эмоционный фон который ставит какую-то преграду согласились с возражением и дали обязательно какое-то видение данной ситуации но опять не с каждым возражением нужно соглашаться если возражение это действительно корректное правильное вы считаете что так это и есть просто у нас другие инструменты используем которые обходим все эти моменты тогда вы соглашаетесь если он говорит чушь какую-то ну вы можете не в грубой форме но сказать почему у тебя сложилось такое мнение допустим почему у тебя сложилось такое мнение если человек адекватный такой человек которого мы ищем в команду он конструктивно ответит если он скажет да все это фигня я пробовал то блин не стоит даже дальше разговаривать экономьте свое время потому что ну сами понимаете это самый важный ресурс этап завершения продажи то есть вы должны четко говорить человеку и давать четкие инструкции то есть не так что получилось человек будет регистрироваться вы побежали искать слушать блин ребят у кого где там кошелек где какие ссылки Александр сделал вот очень отличные памятки посты в которых есть вся информация пользуйтесь ими этап завершения продажи он точно так же важен если вы его растянете там на сутки на двое суток из-за того что человек просто вы не можете его координировать и он не понимает что ему делать дальше да он просто плюнет и скажет да ну вас нафиг я сейчас зарегистрироваться не могу как я буду с этим работать вырабатывайте в себе вот эти механические действия с технической точки зрения когда нужны четкие инструкции и опять же чтобы получить эти четкие инструкции изучите всю информацию в телеграм-канале если какой-то информации нет напишите в рабочий чат скажите ребят не хватает вот этой вот этой памяти у нас абсолютно много разных специалистов в своем направлении кто-то да поможет выложим туда и все будет окей ребят ну в принципе это вот такой костяк по которому вы должны двигаться поэтому сегодня смотрите в ютубе тапы продаж выявления потребностей открытые и закрытые вопросы это все будет там в одном видео и куча в свободном доступе поэтому начинайте работать правильно для того чтобы у вас что-то получалось хорошо? хорошо хорошо я вас утомил или вы задумались что так грустно? да нет, да нет, слушаем, слушаем скажите пойду порву сейчас тысячи людей и так далее вопросов нет по этапам продаж у меня есть вопрос Максим, а как вот рекрутировать людей из просто гейм? как рекрутировать людей из просто гейм? по такому же шаблону единственное у людей из просто гейм у них как бы порог входа намного меньше это да тут в принципе ничем не отличается вот то же самое ты должна как бы по этим же этапам продаж рекрутировать любого человека если допустим человек на начальном этапе не воспринимает тебя или просто как бы отнякивается что необходимо сделать скажи окей давай я тебя сейчас добавлю в гостевой чат ты можешь там ничего не писать это тебя ни к чему не обязывает ты сразу снимаешь свою ответственность какую-то говоришь ни к чему не обязывает но ты будешь наглядно видеть как идет процесс работы и какие есть результаты у людей но смотрите многие начинают путать вот это добавление людей в чат и с этапами продаж то есть многие люди просто начинают брать и закидывать людей в чат не дорабатывая его то есть если человек по вот этому алгоритму сейчас вам ответил что нет мне не интересно либо мне дорого, либо еще что-либо вы говорите давай я тебя в гостевой чат добавлю это тебя ни к чему не обязывает там ты все увидишь наглядно и таким образом тоже в гостевом чате начинаете проявлять активность то есть вы должны в любом случае человек если даже он не соглашается оставить ту веревочку по которой он сможет к вам вспомнить про вас увидеть где-то чек или еще что-то и опять обратиться то есть не все люди будут с нами но максимально эффективно поступать по отношению к рекрутированию необходимо именно так так ребята одна минута давайте мы сейчас пересоздадим пока переварите я скину ссылку зайдем и начнем уже общаться по чатам ну а чат так 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 Продолжение следует...